Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Паника в столичном лицее. Сегодня в подвале учебного заведения произошло возгорание. Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщил, что на место происшествия были направлены 10 пожарных расчетов и 60 спасателей. Никто не пострадал, но у почти двух тысяч школьников сорвался учебный процесс. В пятницу днем в лицее Ливии Уделяну в секторе Баюканы вспыхнул пожар. В социальных сетях появились видеокадры, на которых видно, как испуганные ученики покидают здание. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил подвал учебного заведения. В ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных расчетов. Вызов в службу 112 поступил в 12 часов 37 минут. Нам сообщили о происшествии в лицее. На место инцидента были направлены 10 пожарных расчетов в количестве 60 сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Прибыв к месту назначения, они установили, что огонь вспыхнул в подвале лицея. Все дети были эвакуированы из здания. Мы не знаем, что произошло. Мы эвакуировали детей и все. Мы остаемся на улице, не зная подробностей. Там, где мой кабинет, все было в порядке. Мы быстро и благополучно эвакуировались. И только на первом этаже, когда мы уже спустились, было задымление. Я видел, что только вокруг лицея было возгорание. Никого нет внутри, все вышли на улицу. Мне кажется, на третьем этаже был мальчик. И я видел, как пожарные поднимались туда. Возможно, там остался ребенок. Я точно не знала, что происходит. Учителя сказали, чтобы все вышли из класса. Соответственно, учителя покинули помещение последними, чтобы убедиться, что все вышли. Мы видели дым. Потом приехали пожарные, полиция, скорая помощь. На место происшествия приехал и глава городского управления образования Андрей Повалой. По его словам, пока неизвестно, как будет работать лицея дальше. Будет ли учреждение продолжать работать? Посмотрим, что скажут пожарные. Я не знаю, что вам ответить. Когда пожарные локализуют возгорание, оценят состояние подвального помещения, они, возможно, дадут нам какие-то рекомендации. Повалой также сообщил нашему телеканалу, что директору лицея оказали медицинскую помощь. Сама она отказалась с нами беседовать. Причину, обстоятельства и материальный ущерб еще предстоит установить. Сегодня должно было состояться первое заседание суда по иску вдовы сотрудника службы безопасности Кишиневского аэропорта, застреленного в прошлом году гражданином Таджикистана, которому был запрещен въезд в Молдову. В связи с необходимостью изучения представленных суду дополнительных материалов, заседание было перенесено на конец месяца. На 5 апреля было назначено первое судебное заседание по делу сотрудника службы безопасности Игоря Чофу, застреленного в Кишиневской аэрогавани в конце июня прошлого года гражданином Таджикистана, которому был запрещен въезд на территорию Республики Молдова. Вдова Диана Чофу, воспитывающая троих детей, обратилась в суд с иском против Международного аэропорта Кишинева о возмещении ущерба по потере кормильца в размере 7 миллионов 200 тысяч леев и выплате моральной компенсации в 400 тысяч леев. Ее адвокат Даниэла Мырза объяснила, почему затребована именно эта сумма. Принимая во внимание, что законодательство Республики Молдова предусматривает ответственность работодателя в случае происшествия на рабочем месте, мы составили соответствующий иск относительно суммы. Она была рассчитана с учетом представленных материалов. Основанием послужила справка о заработной плате, а также информация, предоставленная ответчиком. Были приложены и дополнительные приказы о премировании господина Чофу. Кроме того, адвокат сообщила, что к нынешнему заседанию суда были приняты к рассмотрению дополнительные материалы. В дальнейшем предстоит изучить материалы, представленные нами и ответчиком, чтобы мы могли по ним высказаться. Какие ожидания у вас от этого процесса? Мы ожидаем решения, соответствующего закону, благоприятного для нас. Такова позиция всех, кто обращается с иском в суд. Что решат судьи, посмотрим. Мы попытались выяснить у представителя аэропорта в суде Дионисия Чеботаряна, заплатит ли по иску предприятие, если инстанция удовлетворит иск Дионычеву. Однако он отказался с нами говорить. Следующее заседание назначено на 30 апреля. Напомним, после вооруженного инцидента в аэропорту генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы пограничной полиции Россиана Василоя, обвиняемого в служебной халатности. Если его вина будет доказана, ему грозит от двух до шести лет лишения свободы. Сам Василой заявляет о своей невиновности. Сотрудник пограничной полиции Сергей Мунтян и инспектор службы безопасности Игорь Чофу были застрелены во время дежурства в аэропорту. Сам агрессор скончался через несколько дней в больнице от ран, полученных при его задержании. Министерство иностранных дел Молдовы утверждает, что фрагменты беспилотника, упавшего вчера на юге страны, принадлежат России. Кишиневские дипломаты осуждают инцидент, который произошел менее чем через два месяца после того, как в том же регионе были найдены обломки дронов. Напомним, 4 апреля были обнаружены фрагменты летательного аппарата вблизи села Итулея Владичены вулканического района, примерно в 500 метрах от молдоукраинской границы. В генинспекторате пограничной полиции сообщили, что на обломках есть надпись «Герань-2». В 2022 году, когда над молдавским пространством пролетели три российские ракеты, атаковавшие Украину, министр обороны Анатолий Носатый подтвердил, что в Молдове нечем защититься от подобных ракет. Поэтому в прошлом году власти купили у Франции современный радар примерно за 14 миллионов евро из госбюджета. Тем не менее, он не смог обнаружить фрагменты беспилотника-шахет, упавшего в вулканишнах. Власти заявили, что устройство видит только объекты, летящие на высоте до 2000 метров. В марте глава Минобороны сказал, что Молдова приобретет второй радар, также у Франции, за 20 миллионов евро, которые выделит Европейский Союз. Усилия Евросоюза по укреплению вооруженных сил Молдовы. Страны ЕС одобрили помощь в размере 41 миллиона евро для поддержки нашей армии. В пресс-релизе Совета Европейского Союза говорится, что запрос на эти цели поступил от молдавских властей в дополнение к предыдущим, на которые также были выделены десятки миллионов евро. В пресс-релизе Совета Европейского Союза говорится, что эта мера направлена на финансирование поставок нелетального оборудования, в том числе средства мобильности, системы воздушного наблюдения, средства радиоэлектронной борьбы, логистика. Она направлена на то, чтобы позволить вооруженным силам Республики Молдова повысить свою оперативную эффективность, ускорить соблюдение стандартов ЕС и совместимость. И таким образом лучше защитить гражданское население в кризисных ситуациях и чрезвычайных ситуациях. Также в заявлении отмечается, что предоставляемая поддержка направлена на укрепление возможностей Молдовы в области участия в военных миссиях и операциях ЕС в рамках общей политики безопасности и обороны. Совет Евросоюза подчеркивает, что Республика Молдова запросила эту поддержку в феврале прошлого года, и она дополнит другие меры помощи, принятые в мае 2023 года, июне 2022 года и декабре 2021. ЕС обязуется оказать Молдове всю необходимую поддержку в решении проблем, с которыми она сталкивается вследствие войны России с Украиной, а также в укреплении устойчивости, безопасности и стабильности страны перед лицом дестабилизирующих действий России, отмечается в заявлении. Следует отметить, что это не единственная военная поддержка Республики Молдова, которая, согласно Конституции, является нейтральным государством. Нынешняя военная помощь от Евросоюза последовала после того, как 4 марта между Молдовой и Францией было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Французская сторона пообещала увеличить помощь Кишиневу в сфере обороны, а также открыть в молдавской столице свою постоянную военную миссию. Новая финансовая помощь от Евросоюза на поддержку вооруженных сил Молдовы последовала всего через год после того, как Совет ЕС одобрил выделение аналогичной суммы в размере 40 миллионов евро в мае 2023 года на оборонные нужды. Эти средства, которые поступят в течение трех лет, предназначены для оборудования материалов и услуг нелетального характера для подразделений вооруженных сил Республики Молдова, включая техническую подготовку по запросу. В то же время в конце прошлого года министр обороны Анатолий Насатый объявил, что второй радар для наблюдения за воздушным пространством стоимостью 20 миллионов евро поступит в нашу страну в конце следующего года. Под занавес 2023 года Кишинев приобрел на средства из госбюджета у одной из французских компаний первый радар для наблюдения за воздушным пространством стоимостью 14 миллионов евро. В июне 2022, через несколько месяцев после начала военных действий на территории Украины, Евросоюз также одобрил военную помощь на 40 миллионов евро. В 2023 году национальная армия была усилена бронетранспортерами, пулеметами и беспилотниками. Оборонный бюджет Молдовы в 2024 году составляет почти 2 миллиарда леев. Для оборонного сектора был выделен 1 миллиард 960 миллионов леев, что на 262 миллиона больше, чем в 2023 году. При этом, например, на сферу образования бюджет был сокращен на 524 миллиона леев по сравнению с 2023 годом. Министерство обороны подписало контракт на покупку нового радара. В ведомстве заявили, что он поможет улучшить контроль за воздушным пространством страны. Согласно сообщению для прессы, система будет приобретена при финансовой поддержке Евросоюза. Глава Минобороны Анатолий Насатый поблагодарил партнеров ЕС за вклад в укрепление обороноспособности, отметив, что подобные проекты будут продолжаться. Напомним, в октябре 2022 года, когда три российские ракеты пролетели через молдавское воздушное пространство, атаковав Украину, Насатый подтвердил, что Молдове нечем защититься от подобных типов вооружения. В прошлом году наша страна приобрела во Франции современный радар примерно за 14 миллионов евро. Но два месяца назад, а также вчера в Вулканештах, были обнаружены фрагменты дронов, в связи с чем власти заявили, что радар может обнаруживать только объект, летящий на высоте от 2000 метров. В прошлом месяце министр обороны сообщил о том, что во Франции будет приобретен второй радар за 20 миллионов евро. Следующим шагом станет покупка системы обнаружения и поражения воздушных целей, сообщил Насатый для радио «Свободная Европа». Очевидно, что мы не можем ограничиться только контролем воздушного пространства и возможностью иметь систему раннего предупреждения, то есть оповещать граждан об опасности, сказал чиновник. Следует отметить, что власти тратят миллионы евро на оборонный сектор, а на пенсии и социальную помощь денег, по их словам, нет. Так, в начале этого месяца пенсии были проиндексированы на 6%, что в среднем составило 262 лея. «Правящая большинство и президент Майосанду проводят целенаправленную политику по ликвидации особого правового статуса Гагаузии», считает башкан Евгения Гуцул. В свою очередь, спикер НСГ Дмитрий Константинов говорит, что Гагаузию давно и упорно пытаются лишить всех полномочий, и что с приходом ПДС к власти этот процесс лишь усилился. Такие заявления прозвучали сегодня в Камрате в рамках рабочей встречи башкана и депутатов НСГ с представителями Совета старейшин Гагаузии, а также примарами автономии, председателями и представителями местных советов. Центральной темой встречи стало решение правительства Молдовы о ликвидации суда в Вулканештах и переподчинение апелляционной палате Камрата. По мнению Евгения Гуцул, это нарушает правовой статус Гагаузии и приведет к экономическим проблемам для населения региона. Башкан Евгения Гуцул считает, что правящая ПДС и президент Майя Санду проводят целенаправленную политику по ликвидации особого правового статуса Гагаузии. Сначала нанесли удар по бюджету, пытаясь лишить доходов от НДС, а теперь через так называемую судебную реформу. Центральные власти внедряют очередную реформу без учета особого правового статуса Гагаузии. На этот раз в судебной реформе. Апелляционную палату Гагаузии ликвидируют и наши суды переподчиняют Кагулу. Предсказать последствия такой реформы нетрудно. Это еще один шаг к уничтожению автономии народа Гагаузии. Защита особого правового статуса – это ключевая на сегодняшний день задача. Выполнение этой задачи требует объединения всего гагаузского общества, всех политических сил и жителей автономии. По мнению Гуцул, из подчинения Гагаузии уже вывели правоохранительные органы и налоговую службу. Башкан напомнила руководству страны, что в этом году исполняется 30 лет со дня образования автономии. Тогда лидеры двух народов ушли от конфронтации и смогли найти мирное решение. В свою очередь, глава Народного собрания автономии Дмитрий Константинов считает, что Гагаузию давно и упорно пытаются лишить всех полномочий, что с приходом ПДС к власти этот процесс только усилился. С приходом партии сегодняшней ПАС к власти, вы видите, что Гагаузия из года в год, она и так теряла полномочия. Здесь не надо скрывать ничего с 1994 года. Но эти годы ускоренными методами, прямо планово все поставлено. Кодекс о выборах. Депутаты Народного собрания считают, что вместо повышения эффективности, доступности и снижения коррупции в области правосудия, эта реформа приведет к проблемам в области судопроизводства и лишь усложнит жизнь простым людям, которые, чтобы обратиться в суд, должны будут ездить за множество километров. И в Народном собрании Гагаузии, в исполкоме и на уровне примаров призывают центральные власти к диалогу. Заместитель Башкана Виктор Петров надеется, что уже в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа по проблемам реформирования судебной системы в автономии. Я надеюсь, что будет в самое ближайшее время создана рабочая группа, которая будет состоять из общественных деятелей, из примарского корпуса, из советников, из депутатского корпуса, исполнительная власть, общественные деятели. И мы выработаем механизм и дорожную карту, по которому мы пойдем в борьбе с этой несправедливостью, которая сегодня есть со стороны центральных властей. Должна судебная система реформироваться с учетом автономии, поэтому мы требуем от центральных властей и будем требовать соблюдать законы, вернуться в правовое поле и действовать согласно только нормам законов и Конституции. Мы обратились за реакцией по поводу заявлений Башкана и участников встречи в администрацию президента и в пресс-службу правящей фракции ПДС, однако там нам отказались комментировать. Напомним, правительство в среду одобрило поправки в закон о реорганизации судебных инстанций. Согласно документу, Министерство юстиции планирует реорганизацию судебных инстанций Молдовы. Апелляционные палаты Бельц, Кишинева, Кагула и Камрата должны упразднить, а вместо них будут созданы центральные, северные и южные апелляционные палаты. Сотрудники этих инстанций будут автоматически переведены во вновь созданные учреждения. В проекте также указано, что численность персонала будет меняться по мере необходимости в связи с реорганизацией. Башкан Гагаузи Евгения Гуцул провела очередную рабочую встречу с представителями оппозиционных партий. На этот раз она побывала в офисе Ринаш-Теревозрождения. Стороны выразили озабоченность в связи с давлением, которое, по их мнению, оказывают центральные власти на автономию. Гуцул поблагодарила политформирование за смелость в отстаивании интересов Гагаузов и выбор активной гражданской позиции. В ходе встречи с руководством партии Ринаш-Теревозрождения Башкан Гагаузи заявила, что правящая ПДС и президент Майосанду целенаправленно блокируют работу исполнительного комитета. В частности, она отметила, что глава государства отказывается подписывать указ о включении Башкана в состав правительства, а внешним партнерам и меценатам создают препятствия в реализации инфраструктурных, экономических и социальных проектов в автономии. У нас в очередной раз отнимают полную ночь. За полторы минуты в правительстве Республики Молдова было принято решение, чтобы ликвидировать Камрадский операционный суд, вулканежский суд, перенаправить в Кагул. То есть, получается, что у нас наши региональные выборы, Народное собрание, выборы Башкана будут утверждать в суде Кагул. Мы же это понимаем, для чего это сделано, потому что там легче памятникам указать, кого утверждаем, а кого не утверждаем. Башкан считает, что правящая партия хочет внести раскол в автономию. Они тут приезжают, обещают золотые горы нашим приморям, куда они приезжают, всем представителям тех учреждений, куда они приехали. И в то же время они пытаются у нас забрать четверть нашего бюджета, внеся поправки в налоговый кодекс. И была попытка лишить нашим ГГУ за очень много социальных проектов. Представители паспорт пригласили в парламент наших приморей на встречу, минуя тем самым руководство ГГУЗИ. Ни членов исполкома, ни Башкана, ни Народное собрание никто не получил приглашение. Хотя там обсуждалось, обсуждали бюджет, ГГУЗИ, региональный бюджет, куда, где должны были быть мы. Председатель партии «Ринаш-Теревозрождение» Наталья Параско осудила последние законодательные изменения, направленные на ограничение политических и социально-экономических прав автономии и заверила Башкана в поддержке. Параско отметила, что у примаров, избранных от возглавляемой ею партии, сложились хорошие рабочие связи с руководством автономии. Партия «Ринаш-Теревозрождение» была рядом с ГГУЗИ, когда Бас и Санту внесли изменения в налоговый кодекс и фактически украли у жителей автономии четверть ГГУЗИ. Партия «Ринаш-Теревозрождение» коллегия ГГУЗИ поддерживает вас и жителей автономии. Башкан ГГУЗИ поблагодарила руководство партии «Ринаш-Теревозрождение» за открытый доверительный диалог и подчеркнула готовность сотрудничать со всеми политическими силами, которые разделяют те же взгляды. Отметим, что ранее Евгения Гуцу провела подобные встречи с председателем партии коммунистов Республики Молдова Владимиром Ворониным и лидером ПСРМ Игорем Дадоном. Наш телеканал обратился за реакцией по поводу выдвинутых Башканом ГГУЗИ обвинений к пресс-секретарю парламентской фракции ПДС Адриане Влас. Однако та отказалась их комментировать. А глава аппарата президента Адриан Булуцил не ответил на наши сообщения с аналогичной просьбой. Аэропорт весьма красивая мыльная опера и каждая приходящая власть хочет взять его под свой контроль. Об этом заявил бывший председатель Конституционного суда Александр Тенасев в передаче на телеканале Н4, говоря о тендере на аренду коммерческих площадей в Кишиневской аэрогавани. По словам Тенаси, власти заинтересованы в Кишиневском аэропорту, потому что там можно делать деньги. Кто-то из руководящих лиц говорил, что беспошлиная торговля в аэропорту приносит около 800 миллионов леев прибыли. И в этом смысле эти деньги нужно отдать другим. В других странах иной подход. К бизнесу относятся как к источнику накопления налогов. И это заботливое отношение. Здесь же все обстоит иначе. У нас наблюдается провинциализм, идущий от бедности и отсутствия экономики. Александр Тенаси также затронул тему скандального аэропортовского сбора в 9 евро, который взимался с каждого авиабилета. Сначала он был уменьшен вдвое, а затем отменен властями. Жители Молдовы живут в бедности не из-за сборов 9 евро. Сегодня один билет стоит 300-400 евро. И эти 9 евро ничего не решают. Проблема не в этом. Но это цифра, которая легко воспринимается людьми. Каждый день людям говорят, что кто-то в аэропорту зарабатывает миллиарды. И люди думают, что именно поэтому они живут плохо. Кто-то зарабатывает. Но если вы, как Министерство финансов, знаете, что там заработано 800 миллионов леев, вы должны еще сказать, что часть этих денег вы собираете в виде налога на добавленную стоимость и так далее. Это деньги, которые поступают в государственный бюджет. Это не деньги, которые кто-то забирает. Это деньги, которые и вам приносят доход. Напомним, что Кишиневский международный аэропорт проводит тендер на аренду коммерческих площадей. Единственной компанией и участником конкурса является французская компания «Лагардер», зарегистрированная в Кишиневе по адресу общежития на Баюканах. После этого появилась информация, что тендер был сфальсифицирован, а руководить процессом якобы будет министр инфраструктуры Андрей Спыну. Сам Спыну отверг обвинение. Между тем, срок подачи заявок на участие в тендере продлен до 15 апреля 2024 года. Компания «Лагардер», которая участвует в тендере по аренде коммерческих площадей в Кишиневском аэропорту, может быть единственным кандидатом в конкурсе, предупреждает председатель партии развития и консолидации Молдовы. И он Кику заявил об этом в контексте изменения пункта в решении правительства в положении о порядке сдачи в аренду неиспользуемого имущества. Председатель партии развития и объединения Молдовы Иоанн Кику написал в Телеграме, что для того, чтобы иметь возможность предложить французам коммерческие помещения Кишиневского аэропорта без реального тендера, правящая большинство изменило постановление правительства об утверждении положения о порядке сдачи в аренду неиспользуемого имущества. Таким образом, они ввели новый пункт, указывающий, что в случае регистрации одного участника тендера аукционная комиссия продлит срок подачи заявок на участие не менее чем на 15 дней. В случае, если не будет подано ни одной дополнительной заявки, комиссия вправе приступить к прямым переговорам с единственным участником. Таким образом, тендер превращается в простой фарс. Все эти действия с пыну и санду можно расценивать как тяжкое преступление, совершенное организованной преступной группой. Они могут причинить материальный ущерб государству в особо крупных размерах, написал Илон Кико. Политическое формирование, возглавляемое Ионом Кико, объявило вчера о подаче заявления в Генеральную прокуратуру по факту фальсификации тендера на концессию активов Международного аэропорта Кишинева, основываясь на нарушениях законодательства и выявленных в ходе процедуры несоответствий. По поводу тендера министр инфраструктуры Андрей Спын и директора агентства публичной собственности Роман Кожухарь заявили, что вся ответственность лежит на сотрудниках Международного аэропорта Кишинева, который входит в состав тендерной комиссии. Ранее Спын, у которого и другие политические лидеры также обвиняли в оказании поддержки компании «Лагардер», при аренде помещений в аэропорту говорил, что не ввел переговоров с представителями компаний во Франции. Но он не сказал, что встречался с администрацией компании, деловым партнером этой компании. Речь идет об аэропорт «Де Парис» ADP Group в X-Time Duty Free Paris, 49% акций которой принадлежат «Лагардер». Об этом говорится в статье, опубликованной журналистами telegraph.md. Министр инфраструктуры Андрей Спын пока не прокомментировал эту информацию. В то же время в Кишиневе представитель «Лагардер» сказал, что рассчитывает получить коммерческие помещения аэропорта после прямых переговоров без конкурса. Руководство компании заявило, что в Молдову они приехали после того, как их пригласила Майя Санду во время своего визита в Париж. В ходе пресс-конференции председатель партии «Ринаш-Теревозрождение» Наталья Параско рассказала о недавнем визите в Москву. Лидер политформирования вместе с членами ее команды подчеркнула важность диалога и сотрудничества в контексте ухудшения взаимоотношений между Молдовой и Россией на официальном уровне, высказав свою позицию по санкциям и политическим решениям молдавских властей. Молдавские власти покупали и покупают более дорогой газ, лишь бы не закупать его у «Газпрома». Разрывали договора, заключенные в рамках СНГ. Председатель партии заявила, что выступает за подход, основанный на диалоге и сотрудничестве между Молдовой и Россией. По ее словам, противоборство не служит национальным интересам Молдовы и не несет в себе решений внутренних проблем. В официальном пресс-релизе политформирования по итогам визита в Москву партия «Ренаш Тревозрождение» подчеркивает, что активно выступает за сохранение и расширение тесных связей, существовавших между Молдовой и Россией, а также другими странами СНГ. Представители партии отметили, что вопреки нынешним напряженным отношениям и усилиям официального Кишинева по дистанцированию нашей страны от России, они увидели в Московском международном экономическом форуме особую возможность для укрепления связей и конструктивного диалога с партнерами. Партия получила возможность объединить усилия и наладить контакты с коллегами из России и другими восточными партнерами Молдовы, говорится в пресс-релизе политформирования. В этом месяце Молдова Газ закупит у Энергокома 30 миллионов кубометров газа по цене 450 евро за 1000 кубометров. В эту сумму входит сжиженный природный газ, приобретенный у американцев, который, как признали официальные лица из энергетической сферы, дороже, чем у Газпрома, а также голубое топливо, закупленное прошлой зимой министром Спыну за счет кредита в 300 миллионов евро, предоставленного Европейским банком по реконструкции и развитию. С начала текущего года и до сих пор по распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям Энергоком продавал Молдово Газ с голубой топливом по 550 евро за 1000 кубометров. При этом Газпром в апреле продает Молдово Газ топлива по 327 долларов за тот же объем. О высоких зарплатах в ряде госпредприятий говорили на заседании столичного Мунсовета. Советник от партии «Национальное альтернативное движение» Валентин Чеботарь зачитал декларации о доходах ряда руководителей, согласно которым директор Наре получает более 1 миллиона 300 тысяч леев в год. Примерно столько же зарабатывает глава госпредприятия Крикова. А самая высокая зарплата за 2023 год свыше 2,5 миллионов леев у бывшего председателя Национального банка Молдовы Октавиана Армашу. Валентин Чеботарь заявил, что в условиях, когда сотни тысяч пенсионеров живут на суммы ниже прожиточного минимума, некоторые государственные служащие получают из бюджета страны огромные зарплаты. Мы являемся свидетелями самого большого социального неравенства за всю историю Республики Молдова. Это социальная катастрофа. С другой стороны, есть государственные служащие с огромными зарплатами. И это не министры или депутаты. Сегодня директор Наре ежегодно получает зарплату в размере более 1 миллиона 340 тысяч леев. То есть его ежемесячная зарплата превышает 111 тысяч леев. Годовая зарплата директора Национальной комиссии по финансовому рынку свыше 1 миллиона 150 тысяч леев или 96 тысяч леев в месяц. Его заместитель получает больше 830 тысяч леев в год или 69 тысяч леев в месяц. Глава НБМ в 2022 году получил зарплату на сумму превышающую 1 миллион 960 тысяч леев или почти 163 тысячи леев в месяц. В 2023 году председателю Нацбанка повысили зарплату до суммы более 2,5 миллионов леев, что составляет 213 тысяч 805 леев в месяц. Это эквивалентно примерно двум сотням пенсий. Глава Молдатца получает зарплату в размере 1 миллиона 383 тысяч леев в год или 115 тысяч леев ежемесячно. По словам местного избранника, высокие зарплаты и у представителей других госструктур. Валентин Чеботарь утверждает, что член наблюдательного совета Молдова-Газ получает ежегодное вознаграждение в размере 1 миллиона 766 тысяч леев. Ежемесячная зарплата руководителя компании радиокоммуникации более 52 тысяч леев. Глава госпредприятия Крикова зарабатывает 1 миллион 317 тысяч или 109 тысяч леев в месяц. Член наблюдательного совета Нацбанка получает в месяц почти 97 тысяч леев, а зарплата директора государственной дорожной администрации составляет 60 тысяч леев. Советник сравнил представленные цифры с зарплатами и пенсиями, которые получают рядовые граждане. У директора школы со стажем более 30 лет. Есть такая зарплата или нет? Конечно, нет. Зарплата около 15 тысяч леев. Пенсии проиндексировали на 6%. В прошлом году вместо 30% согласно уровню инфляции проиндексировали всего на 15%, потому что у нас нет денег. Отметим, что с 1 апреля средняя пенсия увеличилась на 262 лея. Сумма повышения состоит из уровня индексации пенсии на 6% и корректировки величины пенсии в соответствии с экономическим ростом. Экономист Вячеслав Иоаннице ранее заявлял, что если уровень индексации пенсии будет ниже, чем рост зарплаты, то с повышением пенсионного возраста суммы, которые получают пенсионеры, будут сокращаться. Чтобы не допустить такого несоответствия, необходимо повысить пенсии на 40% от средней зарплаты в экономике. Представители правящей власти сказали, что в бюджете нет средств на более высокую индексацию. Бывший премьер Иоанн Кику, комментируя это решение, заявил, что в Молдове впервые за последние 15 лет пенсии были проиндексированы ниже уровня инфляции, в то время как зарплаты министров в 2023 году были увеличены дважды, достигнув 50 тысяч леев. Необходимость повышения зарплат министрам и сотрудникам министерств правительстве объяснили массовыми увольнениями с государственных должностей, а также тем, что зарплаты министров относительно низкие. Сельхозпроизводители жалуются, что получение гуманитарной солярки, предоставленной Румынией, проблематично. Аграрии со всей республики смогут забрать топливо только из Каушан. А за его транспортировку до конечного пункта придется выложить определенную или немалую сумму из собственного кармана. Для этого, как признаются некоторые фермеры, им приходится арендовать бензовозы в складчину. Подавшие заявки и оформившие необходимые документы 15 аграриев из Новоаненского, Бессарабского и Криулянского районов получили накануне примерно 40-45 тонн дизельного топлива. Лучше, если бы это случилось раньше, и нам не пришлось бы брать кредиты. Но и так хорошо. Слава Богу, что поступило. Мы и так ждали этого два года. Поздно. Фермеры уже давно работают на полях. Многие закупали солярку, когда не было ясности с ее получением. Но все равно это намного лучше по сравнению со срочными кредитами, которые практически не работают. Глава агентства материальных резервов Марин Лисы рассказал, что топливо поступает из Румынии частями. Первый состав из 26 вагонов цистерн весом 1336 тонн прибыл в Молдову 29 марта. Следующую партию примерно таким же объемом ждут на этих выходных. Еще один состав должен прибыть до конца следующей недели. Марин Лисы рассказал, как распределяется солярка. Выдачу конечным бенефициарам мы планировали начать с южных районов Республики Молдова, учитывая этот факт, что они пострадали больше всего из-за планированных к раздаче 4000 тонн, где топливо примерно 2200 будут распределены в южный район. Остальные объемы будут распределены последовательно в центральные и северные регионы Республики, где находятся наименее пострадавшие районы. Получить долгожданную помощь, как выясняется, не так и просто. Глава агентства материальных резервов говорит, что солярку можно забрать только из Каушан. Таким образом, транспортировку дистоплива аграрии должны обеспечить до конечного пункта самостоятельно. Эти бензовозы, они оплачиваются самими аграриями. Здесь не будет так, как было в 2020 году. Здесь все будет оплачено, и провоз, и аренда, все. Каушан, штефам воды, они не но и можно еще получить своим транспортом, потому что тут близко. Дальше уже не рентабельно получать, особенно большие объемы. С Кагула или с Аргеева откуда-то оттуда приезжать сюда за топливом на малых нет смысла. Ехать из Единиц или Дроки, чтобы получить тонну солярки в Каушанах, очень сложно, очень дорого, оно того не стоит. Поэтому фермерам надо кооперироваться, чтобы арендовать грузовик, у кого его нет. Сотрудничать с компанией, которая хранит солярку, и распределять топливо как можно быстрее, чтобы было куда разгружать следующую партию солярки, которая придет в субботу. Представители топливной базы в Каушанах рассказали, что в среднем цена на перевозку топлива в бензовозе стоит от 26 до 28 леев за километр. К примеру, довезти солярку из Каушан в Бельце будет стоить от 6 до 10 тысяч леев, без учета наценки аренды самого транспорта. Тем более, что самих бензовозов ограниченное количество. Еще одна причина, по которой аграриям буквально придется скооперироваться, это скорость получения топлива здесь, на месте. Если у вас там бензовоз имеют калибр 5 тонн, к примеру, то вы должны собраться несколько предприятий, чтобы это количество составило, допустим, 5 тонн. Потому что в таком случае просто заливают, видите, как сразу по калибровке. И это быстро, это 5 минут. А если ты будешь брать, то есть как бы чуть не канистрами, скажем так, то это получится через колонку. А через колонку это долго, то есть 2 тонна это 2 часа. Всего по республике на получение топлива подали заявки в агентстве интервенции и выплат для сельского хозяйства более полутора тысяч фермеров. Напомним, что в ноябре 22-го года Румыния объявила о предоставлении материальной помощи в виде 4 тысяч тонн дизельного топлива молдавским фермерам, пострадавшим от засухи. С тех пор власти Кишинева не раз заявляли, что предприняли ряд мер по ввозу дистоплива в республику Молдова, но безуспешно. Власти организовывали тендеры на заключение контракта по хранению дистоплива, но желающих участвовать в конкурсе не было. В середине февраля министр сельского хозяйства Владимир Боле объявил, что власти нашли лишь одну компанию в Каушанах, у которой есть мощности и возможность получить это дистопливо, чтобы обеспечить его загрузку и разгрузку. Республика Молдова сможет создавать искусственные дожди для борьбы с засухой. Госсекретарь Минсельхоза Василий Шарбан рассказал, что новая технология предполагает оснащение беспилотника активными веществами, такими как соль или смесь различных солей, которые будут распыляться в облаках, чтобы вызвать дождь. Это пользы не принесет, предупреждает при этом эколог Анатолий Прохницкий. По его словам, искусственные осадки разрушительны для окружающей среды, особенно для человека. В Молдове хотят создать специальный беспилотник, который будет вызывать дождь в облаках, не содержащих осадков, сообщил радио Молдовы Василий Шарбан, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства. По его словам, беспилотник будет оснащен химическими веществами, которые, вступая в реакцию с облаками-катализаторами, будут вызывать дождь. Шарбан заявил, что эксперимент проводится в сотрудничестве с румынскими экспертами. «Мы хотим распространить его по Республике Молдова, потому что сейчас разрабатывается беспилотник молдавского производства. Картриджи для активного реагента, которые будут установлены в беспилотник, уже импортированы. Мы ждем завершения испытаний беспилотника, чтобы двигатель прошел минимальный пробег, после чего приступим к немеханическим испытаниям», сообщил госсекретарь Минсельхоза. «Шарбан привел в пример Румынию, которая за последние два года сумела внедрить эту технологию, вызывающую дожди с помощью авиации. Он уверен, что опыт соседней страны поможет Молдове быть более устойчивой к засухе. Однако эколог Анатолий Прохнецкий считает, что технология должна быть использована только в чрезвычайных ситуациях, таких как сильная засуха. «Чтобы в Молдове было больше дождей, нам нужно больше лесов. В этом отношении у нас не все так хорошо. Такие дожди, они не приветствуются, потому что последствия могут быть разрушительными для почвы, для растений, для воздуха и для климата. Потому что вся составляющая, искусственные последствия, конечно же, будут. Исследования еще не проводились, но время покажет. Информации пока нет. Кто-то подал идею, чтобы создавать в Молдове дожди, но исследований и информации никакой. А логически рассуждая, это не принесет пользы. Все искусственное не приносит пользы». Эколог Владимир Гараба говорит о некоторых рисках, связанных с искусственными дождями. «Есть риск, что дожди могут быть иногда более сильными, как это уже случалось во многих странах, когда распылялись соли. Они разгоняли дожди сильнее, чем ожидалось. Это первая опасность. Говорят, что соль наносит вред окружающей среде, что она может повлиять на сельхозкультуры, на землю. Концентрация соли может увеличиться в почве». «Василий Шарбан не ответил на наши звонки. Мы попытались узнать, у него проводились ли перед анонсированием проекта исследования, в том числе о воздействии на окружающую среду, что, как уверяют молдавские ученые, является обязательным». «Любой проект должен проходить экологическую экспертизу. Очевидно, что представленная информация имеет долю популизма. Я лично не видел этого документа, поэтому ничего не могу сказать. Еще раз повторю, что этот документ об оценке воздействия должен быть изучен и обсужден». Искусственный дождь стал обычной практикой в нескольких странах, включая США, Китай и Индии. Используется для различных целей, в том числе для борьбы с засухой. Этот эксперимент в Румынии впервые провел физик Штефания Моричано в 1931 году. Министр здравоохранения наложила дисциплинарное взыскание на руководителя одного из учреждений за использование в работе электронной почты российской платформы. Но приказ был аннулирован в судебной инстанции, на что Алла Немеренко, выложив пост в социальных сетях, обвинила судей в коррупции. «Я применила дисциплинарное взыскание в отношении главы стратегически важного для республики учреждения, который сразу после начала войны отправляет информацию о запасах страны в определенном районе не с официальной защищенной электронной почты учреждения, а с Mail.ru. И суд отменяет приказ о взыскании. Неудивительно, в юстиции, как и в медицине, есть разные профессионалы, заслуженные люди и другие, дружащие с коррупцией и ценностями в желудке. Радует, что многие относятся к первой категории, написала Алла Немеренко, в чьи обязанности входит управление системой здравоохранения и у которой так много нерешенных проблем. Среди них кризис кадров, усилившийся за последние три года, согласно данным профильной федерации профсоюзов. В Молдове не хватает тысячи врачей и примерно столько же медперсонала. Другой острой проблемой в системе здравоохранения является коррупция. На это указали 50% респондентов опроса, проведенного в прошлом году компанией Magento Consulting. Кроме того, опрошенные жаловались на стоимость лечения, низкую квалификацию специалистов, недостаток оборудования и условий труда, нехватку медперсонала и лекарств, бюрократию, отсутствие инвестиций в здравоохранение и низкие стандарты гигиены. Что касается использования электронной почты Mail.ru, о которой говорили журналисты на недавней конференции Майя Санду, то президент тогда назвала это проблемой и попросила адреса и имена людей, которые ее используют. Они не жалуются на судьбу, но им тоже хотелось бы чувствовать, что живут в цивилизации, что у них есть магазин, медицинский пункт, почтовое отделение и рейсовый автобус для необходимых поездок. Об этом нам рассказали жители села Троица Львовского района. За хлебом им приходится ходить по несколько километров до соседнего населенного пункта. А чтобы добраться до районного врача, нужно брать такси. Старики сетуют, что село пустеет и боятся, что пороги опустевших домов уже никто не переступит. Жители села Троица, входящего в коммуну Вознесены Львовского района, рассказывают, что в их населенном пункте нет ни детского сада, ни школы, ни почтового отделения, где они могли бы получать пенсии и оплачивать коммунальные услуги. По этой причине им приходится ездить в соседнее село Хенесены или даже в райцентр, чтобы попасть к врачу. Не знаю, несмотря на то, что здесь остались одни пенсионеры. Кто может, кто не может. Уже видите, как магазин закрыли. Два раза в неделю приезжает магазин. И кто может подойти к этому магазину, кто не может. Очень тяжело, очень нам тяжело. Вот в Львово ездим заплатить за свет, за телефон. Кто может поехать, а кто не может. Мы ждем, каждый день, как почту ждем, то это пункт. Ну, нам один раз в месяц приходит это. Нам хоть бы какая-нибудь медсестра, чтобы написали на рецепты. Ну, так что, я знаю. Мне 81 год. Пересолить. Закрыли просто и все. Магазин закрыли, почту закрыли. Ничего у нас нет. И нечего говорить. 75-летняя бабушка Зоя рассказала нам, что молодежь уехала из села. Остались только старики, которые справляются, как могут. Из-за преклонного возраста и болезни они нуждаются в медицинской помощи, которой у них нет. Закрылись тем, чтобы врач семейный приходил раз в месяц. Сюда, в этот медпункт, он в прекрасном состоянии стоит, закрытый. Но, как сказать, когда-то приедет, когда-то не приедет. Это зависит то от транспорта, то от возможностей, то не знаю. В общем, нерегулярно бывает, так сказать. Вот, в этом состоянии поддерживается чистота, красиво убрана. Вот девчата сейчас сделают клумбы, все. Но говорю, что тут только женщина, которая была санитаркой, когда работал этот ФАП, вот она поддерживает немножечко здесь порядок. И она открывает медпункт, когда должна прийти семейный врач. И все. А в остальное время это все на замке. Мэр коммунной Вознесены, в которую входит село Троица, опроверг, сказанное сельчанами. Я не знаю, откуда у вас эта ошибочная информация. Медицинский пункт работает регулярно раз в месяц. Принимают граждан со всеми их проблемами. Почтовое отделение, да, исходя из небольшого населения, прервал свою деятельность. Работает раз в неделю. Люди приходят, получают пенсии, проводят другие необходимые им операции. Чето, че спуне primару, се потривеште к ун банк дэмпе интернет, пе каре ви-л спунь акум. Дэч, потривит специалистилор, в ultima периодэ се трэеште май бине. Дар уамени спунка се трэеште май рэу. Да, дар уамени ну специалишти. Так или иначе, жители Троицы остаются без помощи и лишь надеются, что каким-то чудом их село снова возродится, и тут будет жить больше людей. Однако подобное чудо маловероятно, учитывая, что исследования, проведенные экономистом Вячеславом и Анице, показывают, что молдаване продолжают видеть свое будущее за рубежом, в том числе из-за низких зарплат на родине. Согласно переписи 2004 года, в Троице проживало 367 жителей. Сейчас там живут 164 человека. Флаг Российской империи объявлен экстремистским символом в нашей стране. Это решение принял суд Кишинева сектора Центр, рассмотрев запрос Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Службы информации и безопасности. В документе говорится, что российский имперский флаг, состоящий из горизонтальных белой, желтой и черной полос, является символом экстремизма. Решение еще можно обжаловать в апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней. Согласно закону, принятому в 2003 году, о противодействии экстремистской деятельности в Республике Молдова запрещено выставлять на показ экстремистские символы. А по решению суда, вышел помянутый флаг, был включен в этот список. Добавим, этот триколор был официальным флагом Российской империи в период с 1858 по 1896 годы, во время правления Александра II. Куски плитки начали отваливаться со стен в столичном подземном переходе, расположенном на пересечении улицы Измаил и бульвара Штефана Челмари. Это происходит спустя почти полгода после того, как мэр Ион Чабан объявил о завершении ремонта. Прохожие говорят, что это связано с некачественно выполненной работой, но бригады рабочих, которых мы там застали, считают, что причина в другом. Глава пресс-службы столичной мэрии Василий Кириллеску сообщил нам, что экономический агент, ответственный за эти работы, все отремонтирует за свой счет. На этой неделе в социальных сетях появились кадры с упавшей плиткой. Сегодня бригада рабочих занялась ремонтом. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь? Я кладу плитку. Плитку, да? Да. А как проходит процесс? Что нужно сделать перед укладкой плитки? Все очищаю и кладу по новой. Мужчина рассказал нам, что одной из причин падения плитки стали образовавшиеся в стене трещины. Вот туда идет трещина. Если вы обратите внимание, то она поднимается сверху донизу и в другую сторону тоже. Однако прохожие считают, что причиной того, что плитка обваливается, стали некачественно проведенные ранее работы. Наверное, дело было в некачественных материалах. Вот и все. Нехорошо. Ведь все стоит денег. Работа наверняка была оплачена. К работникам, которые трудились, не знаю, наверное, нужно более серьезное отношение. Очень плохо. Что вам сказать? Если дела делаются некачественно, означает, что кто-то не старается для людей, для кишиневцев. Некрасиво со стороны тех, кто это делал. Это выброшенные на ветер деньги. Работа сделана некачественно. Если упадет на ребенка, кто за это ответит? Никто не ответит. Никто не следит за работой. Опять дополнительные расходы. Но откуда, никто не знает. Пятый канал обратился к пресс-секретарю премарии Василию Кириллеску. Он сообщил нам, что все расходы по устранению проблемы возьмет на себя компания, проводившая ранее ремонтные работы. Тут, видимо, технический вопрос. Подрядчик устранит эти дефекты, ведь объект на гарантии. И все будет исправлено за счет предпринимателя в кратчайшие сроки. Кириллеску сказал нам, что не знает, сколько денег было потрачено на ремонт подземного перехода. Одного из 18 в Кишиневе. На этом выпуск завершен. В студии была Ирина Варсан. Напоминаю, что следить в режиме онлайн за нами можно на официальном сайте канал 5.мд в разделе «Лайв». Также ищите нас в Фейсбуке и Телеграме. Оставайтесь на пятом канале Добрых Новостей. И до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok